Просто она взорвала мне мозг. Ну и так как я являюсь полноценным савтором этой книги, человек три года жил в лесу. То, что ты орёшь на всех негативишь. Как такое можно напечатать на книге? Всем привет, с вами Жора, и сейчас будет кое-что интересненькое. У меня тут нововведение, сейчас... Поехали! В последнее время я очень много читаю и нахожу много всего интересного. И поэтому это видео создано для того, чтобы показать вам те интересные книги, которые я для себя нашёл. В общем, поехали! Ребята, у меня к вам очень серьёзный вопрос. Любите ли вы художественную литературу? Да, нет? И пишите в комментариях, почему она вам нравится или почему не нравится. Я же скажу вам, что я её не любил и даже ненавидел. А после этой книги моё мнение в корне изменилось. Я даже полюбил художественную литературу. Настолько мне понравился рассказ Беляева. Точнее, книга, да? Ариэль. И она открывает наш топ из пяти книг. Супер книга, я должен прочитать каждый человек, кто ненавидит художественную литературу. История начинается с того, что мы попадаем в детский дом. В необычный детский дом, где находится большое количество детей. И их подвергают всяческим пыткам, испытаниям. Им не дают в полной мере наслаждаться их детством. Есть мальчик Ариэль. Ему 17 лет. Он тоже живёт в этом приюте. И сумасшедший профессор решает над ним поставить эксперимент, чтобы Ариэль начал летать. Тот научился летать. И находился в скованных рамках. То есть, в этом приюте. А когда все старшие легли спать, он вылетел в открытое окно. Тут просто начинается его путешествие по всему миру. Он попадёт в леса Амазонки. Каким-то образом в рабство к шейху. И в конечном итоге в Нью-Йорк. Кто не любит художку, её полюбит благодаря Беляеву. Ну, советую. Читай. Тебе понравится. Далее хочу рассказать вам о книге «Подсознание может всё». Джон Кеха. Или Кеха. Неважно. Это американский крутой мэн, который на три года ушёл в лес, чтобы познать себя, познать свой мозг, своё подсознание. Как это всё устроено. Он изучал себя, искал потом разные источники, когда вышел из леса. Начал искать информацию про подсознание. И, в общем, весь тот опыт, который он собрал на протяжении всей жизни, он вложил в эту книгу. Джон Кеха научит тебя позитивно мыслить, интерпретировать свои сны. Бывает, какая-то фигня приснилась, ты не понимаешь, к чему это. А вот Джон Кеха знает, к чему это, и он тебе расскажет. И ты сам научишься определять, к чему был этот сон. Научишься развивать в себе творческие способности и многое-многое другое. Книга про познание себя, про самосовершенствование, мотивацию и тайны, скрытые уголки нашего подсознания. Очень интересная книга по эзотерике. Эзотерика, мотивация, психология. Все собрано здесь. Блин, человек три года жил в лесу. Это будет однозначно интересно. Следующая книга является единственной электронной книгой в моем видео. И она самая крутая книга в странах СНГ. Почему? Потому что она про видеоблогеров. И про YouTube. И все это написано самими видеоблогерами. Такое бывает слово, самими. Она называется «Как стать видеоблогером». Вот она. Ну и так как я являюсь полноценным савтором этой книги, я вам ее в полной мере рекомендую. Потому что она получилась просто бомбезной. Мне она очень сильно понравилась. Не потому что я там участвую, а потому что продукт реально получился качественный. Более чем 100 видеоблогеров с разных точек зрения рассмотрели проблему, можно так сказать, видеоблогинга YouTube. Как развиваться, что делать, если мало подписчиков. Что делать, если мало просмотров. И как монетизировать свой контент. Думаю, это очень многим интересно. И книга полноценная. Создана для начинающих блогеров опытными блогерами. Если ты хотел стать видеоблогером или только думаешь об этом, обязательно прочти эту книгу. Она будет для тебя рывком вперед. Мощным рывком вперед. Следующая книга говорит сама за себя. Брайан Трейси. Мастер времени. Это самая лучшая книга по тайм-менеджменту. Тайм-время. Менеджмент. Это руководить. Руководи своим временем. Книжечка тоненькая. Можно брать с собой в дорогу куда-нибудь. Сам Брайан Трейси – это популярный на Западе мотиватор, бизнес-тренер, коуч, который обучает просто всему. И заряжает энергией на какие-то свершения, на большие дела. В своем шедевре Брайан Трейси изложил просто все, что можно про время. Время с семьей. Как проводить рабочее время. Как свободное время проводить. Как проводить время с пользой. Время для творчества, для общения, для отдыха, для покоя. И много всяких плюшек. Например, в этой книге описана медитация. То есть, какие-то простенькие шажки для того, чтобы начать медитировать. Ну, а я вам не советую сразу брать целиком читать. Лучше просыпаться. Как Брайан Трейси сам говорит. Вот ты проснулся, и первые полчаса в твоем дне, они самые важные, самые продуктивные. Идете, чистите зубы, там, причесываетесь, умываетесь. Берете книгу Брайана Трейси и читаете одну-две главы. Ну, одна-две главы, это примерно, это примерно вот столько. От всего объема. То есть, ну, достаточно-таки немного. И все. Научитесь планировать свое время. Да. Ну, и, пожалуй, последняя книга, на мой взгляд, интересная. И мимо нее в магазине пройти невозможно. Ну, представьте, вы идете по магазину, и стоит вот эта книга. Хоп-хоп. Вот такая вот реакция у людей, типа, как такое можно напечатать на книге? Все, хоп, взял и купил. Книга называется «Несы», как вы уже догадались. Автор Дженсен Сера, и, по-моему, у нее вышла другая книга, вторая, которая называется «Неной». Она в таком же дизайне, только черная. Только черная, а вот это обрамление и название белое. В общем, хочу себе такую купить, а пока расскажу про первую часть. Автор Дженсен Сера, девушка, написала эту книгу «Несы», и она поистине великолепная. Про всякие жизненные ситуации она свои описывает. Как избавиться от каких-то пороков своих, переедания. То, что ты орешь на всех негативе. Что будет, если от этого реально избавиться? Как изменится твоя жизнь? Человек дает реальные способы, реальные советы, как изменить свою жизнь к лучшему, и что будет, к примеру, если перестать слушать мнения окружающих, а прислушаться к себе, к своему сердцу, к своему внутреннему миру. Эта книга является, наверное, самой моей любимой по саморазвитию, по самосовершенствованию, по психологии. И, в общем, она затронула, она смогла затронуть совершенно все. Совершенно все. Вот, к примеру, давайте сейчас я почитаю вам оглавление по-быстренькому. Вот. Почему надежда на лучшее помогает притягивать удачу? Как медитировать, чтобы стать еще лучше, чем есть? Как изменить свои убеждения, чтобы изменилась реальность? Почему нужно заботиться о себе больше, чем о других? Глава 21. И, в общем, такие классные главы, и что мне понравилось, девушка не была в каких-то рамках. То есть, она не стеснялась выражаться, не стеснялась, там, какие-то повороты такие необычные, знаете ли. Супер книга поможет тебе мотивироваться, поможет встать на путь, если ты сбился. И бывает такое, что человек совершенствуется-совершенствуется, много амбиций, а потом бывает, ну вот, не та погода или не то настроение. И вот как-то у человека все обрубается, и ему ничего не хочется делать. Берешь эту книгу в руки, открываешь буквально любую страницу, вот я открыл. Просто смотри, что может сойти тебе с рук. Типа, вот. Жизнь смешна? Нет, правда, она действительно смешна. Мы понятия не имеем, что вообще делаем здесь. Вращаясь вместе с земным шариком посреди солнечной системы и не пойми, чем за ее пределами. Передавать большое значение чему бы то ни было абсурдно. То есть, смотрите, вот я открыл только, и вот такие уже мысли пошли. Последняя книга, Джен Сенсеро, Несы. Восточная мудрость, которая гласит, будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениями еще тебе двигаться вперед. Советую. Смотри, чтобы все вот эти книги тебе помогли, ты не просто должен их прочитать, ты еще и должен в них вложиться. В суть. Ты должен выполнить все, что тут написано, следовать каждому буквально шагу, не подвергая каждое предложение, каждое слово сомнению. Просто верь каждому слову, что тут вот написано в этих книгах. Потому что в основном у нас люди думают в негативе, а эти книги просто выходят за рамки. Типа, только позитив, только хорошечно, только хорошечно. Давай, читай эти книги, вникай, выполняй задания, которые тут сделаны, советы, и тогда все наладится. Что касаемо книги про видеоблогеров, это расширит твой кругозор, и ты поймешь меня, насколько это сложно или легко. Ну и тоже книга Беляева, Ариэль, просто она взорвала мне мозг. Как такая художественная литература может быть? Не знаю. Очень мне сильно понравилась Беляев, Ариэль. Может быть, я как-то не очень вам ее описал, рассказал. В общем, вот, ставьте на паузу, может, прочитайте. Хочу сделать вам такой мини-анонсик. Мне очень понравилось рассказывать вам про книги, которые мне понравились. И это будет постоянным контентом на моем канале. То есть, по мере поступления книг в мою квартиру и по мере прочтения мной этих книг, соответственно, самое интересное буду отбирать, выбирать, читать и показывать вам, делиться с вами интересными книжками. Поэтому, чтобы не пропустить такие видео, обязательно подписывайся на канал, ставь лайк, жмякай колокольчик. И спасибо большое за просмотр. Увидимся в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok